Преуспеть в искусстве каллиграфии сегодня могут не только жители больших городов, где существуют целые школы по шрифтовой культуре. Такая возможность есть и у жителей Нинецкого округа. В Наринмаре уже год работает Центр развития «Красный лис», где можно научиться не только красиво писать, но и понимать японский язык и даже освоить йогу. Здравствуйте! Как вы тут живёте? Хорошо? Пока! Пока! До свидания! До свидания, Маргарита! До свидания, до свидания! Пошли, пошли, пошли! Елена Беленцева – одна из основательниц Центра, проводит развивающие занятия для малышей группы временного пребывания. Благодаря её энтузиазму год назад «Красный лис» открыл свои двери для маленьких посетителей. Сегодня радует то, что из всех направлений, которые мы планировали, все работают. Что мы в такое непростое время сохранили два помещения. Что мы не закрылись ни на один день. Мы работали всё лето. Я считаю, что в том, что мы год на рынке в такое непростое время – это семья. Это когда мы понимаем, что как бы трудно ни было, надо двигаться к своей цели. Помогаясь в семейном бизнесе двигаться к цели Елене Ивановне – две дочери Екатерина и Ольга. У нас на сегодняшний день записаны дети по всем новым направлениям, которые у нас будут в сентябре открываться, чему мы очень рады. Поэтому цифра растёт. Мы рады, что к нам приходят новые дети. Какие у нас ещё есть направления? Йога для детей. У нас новое направление – йога на гамаках. То есть у нас будут установлены гамаки, где у нас будут детки летать, растягивать позвоночник. Очень полезная йога. Уже тоже очень много записано детей. Новое направление – научная лаборатория, где мы будем изучать детскую физику. Очень интересные эксперименты. Вообще очень интересный курс. А ещё в развивающем центре готовят к школе и выполняют домашние задания. Особой популярностью пользуются уроки каллиграфии. Артём Захаров, несмотря на каникулы, искусство красивого письма отрабатывает несколько недель подряд. Нравится тебе здесь? Да, очень. Даже лучше, чем в школе. Лучше, чем в школе? А что тут? Ну, что тебе нравится? Вот, как изучаем буквы, вот, листы тренировок, они как бы тебя обучают, чтобы ты писал больше и лучше. А ты уже лучше стал писать родителям? Много, да. А что тебе родители говорят? Ну, молодец, то, что зарабатываешь много денег. Действительно, труд особо старательных здесь не бесплатный. Денежки, которые зарабатывают ребят своим трудом, в прописях есть листы тренировок, они выполняют их самостоятельно дома. За каждый выполненный лист тренировок ребёнок получают у Ванфокс. Вот, таким образом, к концу курса набирается сумма. И при вручении сертификатов мы проводим ярмарку, собственно, и ребёнок может купить не только товары, товары необходимые в школу, товары интересные ему для развития, ну и может купить услуги. Например, браслет в игровую комнату. Пока дети трудятся, родители тоже активно участвуют в деятельности Красного Лиса. На базе центра создан родительский комитет, кабинет министров. В него входят и Мария Илатовская. В Красный Лис у меня ходит младший на группу неполного дня по утрам. А старший, четырёхлетний, он ходит сейчас пока на арт-класс. И с сентября я записала его на научную лабораторию. Думаю, ему это будет очень интересно. В принципе, оба они ходят сюда с большой радостью. И как бы мы счастливы, что у нас появился центр. И в принципе, я считаю, это обоснованная трата семейного бюджета на дополнительное образование детей. Сегодня с удовольствием в Красном Лисе занимается более 50 наринмарских мальчишек и девчонок. Но на этом создательницы клуба решили не ограничиваться. А дальше как вы планируете развивать? Ещё какие-то вот есть планы? Да, но они такие немножечко заоблачные. Мы очень хотим открыть центр в области, именно в селе. И может быть даже вести какие-то благотворительные курсы на базе этих центров. Помочь реализовать мечту Ольге и её семье уже пообещали в фонде поддержки предпринимательства округа. Сами же бизнес-леди всем потенциальным предпринимателям советуют не бояться начинать дело, о котором давно мечтаете. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, телеканал «Север».